приветствую зомики для цитрусов сегодня будет речь о мандаринах с мандаринами как раз самое сложное самое сложное выбрать те сорта хотя бы там штук 5-10 которые бы нам очень понравились чтобы определиться именно вот эти оставить для балкончика или лучше и расти нет все сложно сортов очень много все это дело усложняет то что это разнообразие еще не все плодоносила у нас домашних условиях а все мандарины они либо чистые мандарины либо гибриды либо это мутация каждый раз по описанию хотелось достать то или иное тот сорт иной сорт вот в описании он там мега супер-купер класс и плодовища мы не получили и такой ли он так ли он окажется классным у нас домашних условиях сидя в катке в горшке при наших косяках которые мы можем допускать это с поливом с удобрениями мы не знаем ждать еще несколько лет пока у меня заплодоносит полноценно все голды которые мне так хотелось все тинтере которые я доставала в последнее время то есть на это еще нужен год или два может быть даже три вот сортов очень много выбрать очень сложно вот легко было с кумкватами попробовала что понравилось оставила а главное кумкватах что мякоти поменьше кожуры побольше потому что она самая сладкая и все смотри на межа куда сложнее часть из них являются гибридами часть из них является мутацией выбирать из них очень сложно это можно посмотреть по роликам о мандаринах кто-то лишён сладости совершенно кто-то есть с кислинкой ой сладости кислоты лишён и получается очень сладкий и вкусный мне например нравится когда есть небольшая кислинка тогда он сбалансированный и ну мне так больше нравится самый сладкий это рубина самый обычный рубина он оранжевая у него мякоть и он напрочь лишён кислоты какой-либо он просто очень сладкий так что тут все на любителя у меня еще осталось несколько сортов на сегодня висеть и мы сейчас снимем и посмотрим и плюс будет два сорта первый расплодоношение у них это танго и один мандарин у меня есть то ли он ории то ли ора я вот подписала от фонаря а теперь я об этом жалею но теперь придется выяснить кто же он такой просто один сорт с семенами другой сорт без даже вот такие экземпляры вот оно красивый хорошее дерево уже с молодыми приростами где-то там есть бутоны то есть это обычно типичный голландец который был вот с такой бирочкой клементина никаких тебя вон там модель сицилия никаких тебе там опознавательных знаков плодов на нем было много и еще до сегодняшнего ролика дожило несколько плодиков так что мы их тоже снимем для сравнения вот такие экземпляры тоже будут сладкие покупные но типичные такие голландцы есть просто клементины есть мандарин нобелис они все нормально достигают своей спелости и зрелости и получаются сладкими с такой биркой мандарин летикулята он тоже классный я купила два экземпляра в этом году мне устроила как бы цена размерчик растений на них было много плодов то есть если вам попадаются такие голландцы и вас устраивается цена можно смело покупать а вот степень зрелости их определить уже непосредственно по самим плодам вот мандарин энкор он из какого-то там питомника вот так что я не разобралась какого питомника и привит на форнер аль каиду ну это вот испания саженец сам небольшой у него вот уже начались молодые приросты потом как бы плодик мы можем срезать и посмотреть что же собой представляет этот энкор хотя он мог бы еще и повисеть немножечко ну ладно не будет он висеть и энкор у нас заявлено как мандарин и не клементин мандарина то ли ортора то ли ори это небольшой такой экземплярчик моя прививочка но о нем будет отдельный конечно же ролик именно по этому сорту но есть один плодик лопнула кожура вот он еще весь в бутончика хуже вот они будут отдельный ролик я просто сниму 11 плодик вот и разрежем посмотрим кто же он на самом деле так вот у нас танго танка был привит на чешский лимончик де аскуре у него там бирка даже сохранилась вот его родная бирочка то есть череночки были получены со штатов вот это первое подношение танка есть у меня еще это хоя голда если мити шаста им еще предстоит всем заплодоносить и оценить их вкусовые качества пока первый только танка дал плоды так следующим для дегустации будет сорван пикс манди он еще не очень то и созрел но пожалуй одним плодом пожертвуем потому что тут еще до плодов до листья это целая проблема вот сейчас выберем такой более менее желтый и один плод сорвем посмотрим что у него внутри остальные дождутся полного созревания мандарин прикоче он из испании прикоче это в переводе означает ранний но сейчас уже середина февраля 24 февраля и как бы ничего он и не ранний свел довольно таки рано очень сильно отрегулировал завязь то есть он такой немаленький он был на штамбе вот у него ведро вместо горшка очень сильно отрегулировал завязи свои завязал много сейчас он опять с молодыми приростами и весь в бутонах ну может быть это конечно было первое плодоношение какие-то у него там свои были на это биоритмы тараканы вот но он вкусный и именно вот этот сорт должен сеть плоды до упора должны висеть то есть вот они стали такими желтыми красивыми он фактически и не оранжевый больше такой к желтому дайте ему еще немного повисеть в идеале потом еще и полежать ну ладно полежать он не будет вот так оторвался мандарин карлик он полностью соответствует своему названию и сила роста у него маленькая и плоды не крупные вот таких два плотика он выносил при этом что он сам вот малюсенький как бы не сильно он так растет потому для подоконников вполне даже хороший надеюсь конечно что немножечко подрастет и потом будет побольше чем вот он сейчас себе позволяет это растение этот экземпляр из чехии воды уже давно созрели и оторвались вот так вот потом придется подрезать ему плодоножки вот что получилось на сегодня это у нас первый инкор второй тангор танго третий пикс манди лежит справа потом при коче два маленьких карлика ор или ория сейчас узнаем и просто клементина лежит сбоку к сожалению я мало слов написала на листочке потому его разрежем отдельно сейчас посмотрим что у них внутри и так вот мои мандарины все напомню что энкор это гибрид двух мандаринов по чертежу он там был семенами так и есть семена у него есть немного но семена есть мякоть очень оранжевая красивая у танго семян не было заявлено сейчас разрежем посмотрим такой аромат уже раздался у этого энкора да у танго семян нету мякоть очень насыщенная оранжевая оранжевее даже чем у энкора не знаю передает ли камера но цвет очень классный сейчас разрежем пикс манди это удобрение поскольку мне под корень носить очень сложно все удобрения я вношу по листу потому они немножечко получаются плоды могут быть с такими разводами пикс манди тоже без семян мякоть в красивая красивенькая так следующее у нас при коче при коче немножко с семенами мякоть у него у кожура от кодек отходит хорошо так последний предпоследний это карлик карлик маленький сладенький о нем уже были обзоры это из группы он шилл и кожура у него хорошо чистится и мякоть вот такая насыщенная сейчас будет мандаринчик ори или ора я потом в описании сверюсь кто должен быть семенами кто не должен быть семенами и напишу кто же он на самом деле ну и напоследок разрежем последний просто клементин типичный голландец которых не нужно бояться если вам попались а если цена устраивает то вполне себе можем позволить вот так выглядит обычный голландский клементин все эти растения они получаются вкусными кто-то с семенами кто-то без вот но они тоже вкусные и не стоит их бояться их смело можно покупать что я вам могу сказать по вкусовым качествам они все просто обалденные эти сорта ну конечно же отметить среди них хочется танго пикс манти и ор энкор тоже обалденский блин я его чуть не продал хорошо что не продала он вкусный я его оставлю себе в общем если иметь только вот эти сорта то этого было бы вполне достаточно все сочные сладкие ор или ори надо уточнить он бесподобный он очень классный и это израильский сорт они его себе там придумали вывели сделали мутацию кто-то с семенами кто-то без и все люди живут спокойно нам же нам же нужно загребсти просто все сорта вот в общем эти вот представленные сегодня сорта все очень классные выделить из них могу ну прям если с очень большой натяжкой то это три штуки ор танго пикс манди и энкору короче все не три штуки не получается сегодня большому сожалению нету солнца на улице минус 5 в теплице у меня плюс 20 всего лишь и вот посмотрите какая мякоть у танго она у него прям вся оранжевая оранжевые чем у энкора также самый такой вот яркий это карлик вот если его поближе поднести то они будут прям такие вот ярко оранжевенькие эти два сорта остальные просто очень сочные и насыщенные вот несмотря на то что у энкора есть семена он все равно по вкусовым качеством очень даже классный с мандаринами очень сложно очень сложно выделить из них что-то прям чтобы было это супер-пупер вау и только его оставить вот другие страны они выводят для себя какие-то сорта интересные то что они считают нужным по вкусовым качеством и больше не заморачивается у нас что ручки загребущие глазки заведющие мы тащим отовсюду то есть у нас на балконах зимних садах представлены растения из разных стран откуда мы только чего не притащили из реверсайда притащили черенки из штатов принять тоже черенки достали из другого питомника тот же танго и сумите шаста голда не достали бы достали из других питомников потому что не все питомники продают лицензионные сорта но нас это не останавливает либо мы это делаем сами либо тормошим поставщиков и они для нас это делают такие поставщики есть и украине и в россии нужно только найти так что по мандаринам картина такая ничего не понятно невкусных мандаринов мне еще не попадалось для того чтобы мандарины набрали сладости вы уже знаете созревают плоды зеленые плоды в период дрозда удобряем плантофол 20 20 20 еще есть в этой линейке же петерс удобрения у них тоже есть все по 20 к осени мы убираем азот и используем только фосфорокалийные удобрения за счет чего растения набирают достаточно сахара в своих плодах потому как солнцем у нас проблемы большинстве регионов солнцем у нас проблемы только началась осень солнце пропадает солнечных дней мало наступает такой себе туманный альбион именно в период созревания наших цитрусовых и желательно давать мандаринам немножечко полежать вот собрали урожайчик отметили там для себя кто есть кто какой сорт и дайте им несколько дней полежать если вдруг у вас опали плоды еще в таком недозрелом состоянии положить их рядом с яблоками яблоки выделяют этилен это хорошо влияет на цитрусы на плоды именно они начинают созревать и набирают свою сладость и более-менее приближенные вкусовые качества к тем которым должны были быть что касается мандаринов пробуйте пробуйте растить то что получилось достать купите те же голландские сорта которые продаются во всех во многих супермаркетах они есть во многих поставках они тоже будут вкусные будь то мандарин нобелес будь то клементин просто клементин без какого-либо сорта будет а ретикулятор ретикулятор это целая группа как бы мандаринов тем не менее они тоже вкусные они полноценно достигают единственное что нужно определиться с их спелостью с моментом спелости их то есть попробуйте сначала один плод если еще кисловатый дать им повисеть некоторые сорта должны висеть очень долго а некоторые еще и чуть-чуть зеленая кожура чуть-чуть там начала желтеть и они уже сладкие то есть для себя вы должны определить когда ваш экземпляр созревает это только методом проб и ошибок но даже из голландских сортов можно получить хорошее дерево и нормальные вкусные спелые плоды не стоит их там игнорировать если попадаются тем более если хорошая цена попадается то берите растите и удобряйте все вот так вот ничего пока конкретно сказать не могу и когда смогу не знаю еще много сортов не плодоносила еще king ждем мандарит ждем мандалаты тоже мне еще не плодалось очень много сортов которые еще не заплодоносили вот пока из этих сегодняшних мандаринов никто никуда не выпадет они все вкусные по-своему так растить экспериментируйте прививайте доставайте черенки садите косточки все делайте экспериментируйте и депрессия вам будет не страшно вы будете чем-то заняты и не будете выносить никому из домашних домочадцев мозг меньше будете придираться и к урокам и ко второй своей половинке так что растите пробуйте всех обнимаю до новых встреч пока а и и Субтитры подогнал «Симон»!